МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия события недели. С вами Марина Кнадакова. И вот какие новости были главными на этой неделе. Владимир Путин проверил, как местные власти исполнили его поручения по строительству домов для погорельцев. Президент решил осмотреть село Краснополье Алтайского района. Рудники вышли из простоя. Компания Руда Хакасия объявила о возобновлении производства, от которого зависит жизнь Абазы и вершины Теи. Возвращение врача. Владимир Титов больше не министр и планирует вновь заняться тем, что у него лучше всего получается. Грандиозное открытие и гостеприимность гладенькой. Международный форум вновь радует приезжих экспертов своим стремлением развивать культуру. Президент Владимир Путин побывал в селе Краснополье Алтайского района. 12 апреля там сгорело более 20 домов. Глава государства проинспектировал строительную площадку, на которой уже завершаются работы, а также готовность жилья к предстоящим холодам. Репортаж Константина Кравцова. Село Краснополье Алтайского района, куда сегодня прибыл президент, практически полностью восстановлено после весенних пожаров. Это 46 домовладений. Здесь абсолютно новые улицы. Несмотря на такую вот тоскливую, дождливую погоду, настроение у людей довольно приподнято. Они заселяются в новые дома и завозят вещи. Вот здесь у нас будут два мальчика. Мы купили двухъярусную кровать и шкафы, игрушки. Больше тут ничего не надо. Многодетная мама Юлия Артемьева показывает новый дом. Просторно, светло, три комнаты, гостиная, кухня. Все это еще предстоит обставить мебелью. Но хлопоты приятные. Заселяются с раннего утра, говорит женщина. Особо радует, что в доме появился благоустроенный санузел. Горячая, холодная вода. О таком бывшие погорельцы только мечтали. Не представляли, что она будет такой красивый, хороший, большой, просторный. Ну вот санузел, наверное, важная все-таки комната. Да, вот сегодня тоже установили машинку, потому что, ну она у меня дома была машинка, пользовались, ее спасли от пожара, сегодня привезли. То есть все, воду таскать не надо, все будет, все есть. Всего же по Хакасии огонь в апреле охватил почти 40 поселений. Глава республики ежедневно контролировал ход строительства. Два месяца назад, во время визита, Владимир Путин поставил задачу к первому сентября все отстроить. И вот в небе над Краснопольем ракочет президентский вертолет. Буквально в полевых условиях Виктор Зимин общается с Владимиром Путиным. Звуки ливня заглушают разговоры, даже современное оборудование не справилось с задачей. Однако ясно, глава региона докладывает, что на сегодня в республике практически все готово. 1124 дома введены в эксплуатацию. Оставшиеся 136 необходимо сдать до 1 октября. Владимир Путин не ограничился планами застройки и макетами. Он лично осмотрел один из домов. Нас все устраивает. По-моему. По качеству. По качеству, пока нас все устраивает. Все хорошо. Не дадите, не дадите. Вы не отличились от того качества? Ну, главное, чтобы зима прошла. Виктор Зимин также отрапортовал президенту в рамках соцподдержки погорельцев на курорты, в том числе в Крым, направлено почти 700 человек. Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил власти и строителей за работу. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Пожары стали своего рода рубиконом, разделив жизнь многих сел на до и после. Три деревни 12 апреля сгорели дотла, и там с нуля восстанавливали не только жилье, но и социальные объекты. Одно из таких сел – Кагаево в Арджоникидзевском районе. И в том числе на его примере мы покажем, какая огромная работа была сделана и еще делается по восстановлению сгоревшего жилья. Грош цена им будет, если они нас бросят в этом вот. Войны не надо. Как дальше жить нам? Все хозяйство, вот все, остались при своих интересах. Все, что нажито, вот в тем, что были, вот босиком все повыскочили, повышли. Слезы, боль и отчаяние на каждом шагу пепелища, в которое превратились десятки сел и деревень Хакасии. Сначала даже трудно было осознать, что невинные палы травы, подхваченные внезапным ураганом, могут нанести столь огромный ущерб. Но факт остается фактом. Огонь унес жизнь 31 человека, уничтожил более 1200 домов и повредил имущество десятков фермерских хозяйств и агропредприятий. В эти дни чиновников не найти на месте. Все работают с пострадавшими. Всем необходимо оказать внимание и поддержку. Всем до одного. В деревне Кагаево после 12 апреля осталось всего три дома. Также были стерты с лица земли села Кожухово и Бейбулук. А всего от огня пострадали 42 населенных пункта. Восстановление жилья стало задачей года для властей Хакасии. Однако колесо большой стройки раскручивалось очень тяжело. Опыта столь массового строительства жилья у республики не было. И вот в Абакан прилетают представители федерального минстроя, которые определяют. Восстанавливать Хакасию будут по опыту затопленного Дальнего Востока. По Дальнему Востоку до сих пор еще суды идут. Вот за последний год уже все трубы отрубили, фанфары, да, все закончили. За последние там полгода выкатили еще на миллиард, значит, по решениям судов граждан. Уверен, что здесь просто так, так сказать, в точку не попадем. Эта проблема и стала определяющей в течение всей стройки. К своей цели власти порой шли на ощупь, чем осознанно, путем проб и ошибок, набивая шишки на лбу. Списки погорельцев корректировались вплоть до августа, когда суды выносили последние решения по пострадавшим. В итоге строители приступили к работе, имея в контрактах меньше домов, чем это было по факту. Во-вторых, им приходилось переделывать уже построенное жилье, когда погорельц доказывал, что имеет право на большую площадь, чем ему определили вначале. А еще сюда стоит добавить перебои с поставками материалов, нехватку рабочих рук, вопросы контроля качества. В общем, режим Аврала стал штатным для властей на все четыре месяца. Обычных слов на все уже не хватало. Лишь к августу ситуация более-менее пришла в норму, и первые погорельцы наконец увидели свое новое жилье. Растет дом на глазах. Я даже говорю, не успеваем с дедушкой приходить со своим, удивляться не успеваем. Прихожу, уже проводка проведенная. Батареи, правда, не было, уже трубы поставлены были. Сегодня приходим, уже батареи подключили. Ой, да с этим сравнения никакого нету. Как было там, и как теперь у нас. Теперь вообще вот у нас отдельный дом, просторные комнаты. Все нравится, и благоустроено, и все. И строители. Вот просто низкий поклон им за все их дела добрые. Жителям Аджиникидзовского района крупно повезло с подрядчиком. Вопросов к качеству работ здесь ни у кого не возникало. А в Кагаево, помимо домов, красноярская компания «Монолит Холдинг» построила школу и ФАП. Виктор Зимин так благодарен строителям, что готов открыть им все дороги в республике. Поверьте, я каждому пожму руку, каждого запомню. И всегда будем в Хакасе ждать, привечать, давать объемы, любить, уважать и ценить. С поклоном всему Красноярскому краю, потому что команда с края приехала. Выручили, помогли в беде. Сентябрь наступил, но строительная эпопея еще не закончена. Осталось еще несколько десятков домов, которые необходимо сдать до 1 октября. Но даже когда последний погорелец получит ключи от нового жилья, строителям рано расслабляться. Теперь время покажет, насколько теплые и надежные дома они возвели и много ли там дефектов. Работу над ошибками подрядчики будут делать за свой счет. К другим темам. Горники, наконец, успокоились. Компания «Руда Хакасии» полностью выплатила им долги по зарплате и, как обещала, запустила рудники в работу. Согласно официальному сообщению компании, 1 сентября полностью погашена задолженность за июль и август горникам Абазы и вершины Тёи, а также работникам Монтебашской обогатительной фабрики в Кемеровской области. Сумма, напомню, составляла свыше 27 миллионов рублей. Люди не только получили деньги, но и приступили к работе. В Тёи из простоя выведена большая часть коллектива. Ведется вывоз горной массы с обоих карьеров. В Абазе на Абаканском руднике в смену вышли 300 человек, которые занимаются подготовкой предприятия к запуску производства в полном объеме. Как только это произойдет, будут задействованы и остальные 400 с лишним горников. В «Руде Хакасии» не скрывают, что случившееся – результат недавних акций протеста рабочих. Однако вопрос с ценой на сырье до сих пор не решен. И как долго проработают рудники в компании, сказать не берутся. О стабильности говорить преждевременно, подчеркивает ее руководство. В четверг республика узнала еще об одной громкой отставке в правительстве Хакасии. Пост главы Минздрава покинул Владимир Титов. Он написал заявление по собственному желанию. Однако в комментарии нашим корреспондентам бывший главный врач республики дал понять. Он потерял взаимопонимание с правительством региона. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда приходится делать определенный выбор для того, чтобы продолжить в той или иной ипостатии свою дальше профессиональную деятельность, жизненную деятельность. Если у тебя какие-то есть несогласия, то абсолютно правильно нужно в таких, если не можешь выполнять волю, которая противоречит тебе, нужно подавать в отставку. О каких противоречиях идет речь, Владимир Титов не раскрывает. Но именно Виктор Зимин пригласил известного хирурга на пост министра. Здравоохранением Титов руководил более пяти лет. Кто придет ему на замену, неизвестно. В правительстве пока никак не комментируют отставку. Обязанности министра временно будет исполнять его зам Наталья Коган. Ну а Владимир Титов теперь в поисках новой работы. А вы знали, что улица Макаренко в Абакане названа не в честь известного педагога, а в честь артиллериста, участника Великой Отечественной войны Николая Макаренко. Рассказ о герое смотрите в нашей рубрике, посвященной юбилею Великой Победы. Улицу Макаренко в Абакане, наверное, знает каждый горожанин, вернее, все автомобилисты. Здесь расположен городской отдел ГИБДД. Но названа эта улица не в честь одного из самых известных педагогов и писателей СССР. Антона Семеновича Макаренко, как можно было бы подумать. Имя этой улицы дал сержант-артиллерист, герой Советского Союза Николай Макаренко. Улица Макаренко расположена рядом с республиканским ипподромом. Длина ее немногим более 700 метров. На ней три десятка частных домов и несколько административных зданий, самое важное из которых – Абаканский отдел госинспекции по безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ, пожалуй, единственные, кто смогли точно ответить на вопрос, в честь кого названа улица. Местные жители либо не знали, либо считали, что в честь автора педагогической поэмы. В рамках одного из занятий по служебно-боевой подготовке нам рассказывали об истории улицы Макаренко, на которой расположено здание ГИБДД города Абакана. Названа она в честь младшего сержанта Николая Николаевича Макаренко, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Николай Макаренко родился в Краснотуранском районе, потом семья переехала в Абакан. Здесь он работал на водной станции сначала матросом, а потом и начальником. Еще до Великой Отечественной в 20-летнем возрасте был призван в армию, попал в артиллерию. С первых дней воевал, но прославился после нескольких февральских боев 44-го года. Тогда 65-я артиллерийская бригада Ленинградского фронта, где Николай Макаренко служил командиром орудийного расчета, участвовала в боях по прорыву блокады Ленинграда. Приблизительно такой вот пушкой, установленной в мемориале памяти села Доможакова, командовал сержант Николай Макаренко. Само прославленное орудие с памятной табличкой находится в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Николай Макаренко с 11 по 20 февраля несколько раз попадал в сводки отличившихся. Его орудие подбило танк, пробило несколько ходов в обороне противника. Кроме того, ему с расчетом успешно удалось отбить атаку батальона немцев. Огнем было уничтожено до 200 фашистов. Командиру орудия пришлось заменить убитого заряжающего. Николай Макаренко был дважды ранен, но оставался в строю. За свои подвиги был представлен сначала к Ордену Красной Звезды, а потом и к высшей боевой награде страны званию Героя Советского Союза. После войны герой переехал в Кызыл, работал водителем, а в последние годы перед пенсией возглавлял объединение сельхозхимия. Умер 20 лет назад. Из фонда школьного музея Кызылского лицея номер 15, который носит имя Николая Макаренко, к нам в редакцию прислали две фотографии Николая Николаевича. В лицее бережно хранят память о нем. До недавнего времени на классные чизы приходила его вдова. А в Красноярске-Абакане решениями горсоветов еще в 1965 году именем Макаренко были названы улицы. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. На Гладенькой прошел юбилейный форум по историко-культурному наследию. Из-за трагических событий 12 апреля его хотели отменить, но затем приняли решение перенести форум на более поздний срок. Мнение гостей и экспертную оценку форума мы собрали в следующем материале. Разноцветные ряды и белые шатры. Форум на Гладенькой сохраняет верность традициям, в своем радушии и желании удивить гостей. А среди них представители Министерства культуры России, главы профильных ведомств регионов, руководители музеев и общественных организаций. В одной стороне их угощают травяными чаями и талханом, другой проводят экскурсии по кулинарным предпочтениям классиков. После разогрева аппетита – мастер-класс от шеф-повара Джузеппе Тадиско, который дает новое прочтение привычным нам продуктам. Вы сказали, что все готовится из ингредиентов местных, да? Я слышал, что баранья как раз старается завоевать такие серьезные позиции, а это очень здорово. Пока гости оценивали мастерство итальянца, мы пообщались с Алексеем Бегаком. Телезвезда канала «Культура» с удовольствием принял приглашение на форум. Тем более, что раньше он в республике не был. И мало что о ней знает. Программа «Правила жизни» приучила меня вообще не стесняться того, что я чего-то не знаю, потому что человек не может знать. Хуже, когда человек начинает что-то такое ерзать и делать, морщить там все свои части и пытаться что-то сказать умное. Да нет, ну вот не знал я, что такое Хакасия, простите, но нельзя знать всего. Но я с удовольствием узнаю, поэтому это самое главное. Мы ехали сочетание красок, зеленых, охристых, серых, неба, облака, звуки. Национальный колорит мало поставить во главу угла. Его необходимо уметь грамотно продвигать. Чему республиканские власти и учатся в течение пяти лет, что проводится форум на Гладенькой. Есть конкретные результаты. Это и строительство нового здания Краевического музея, и работа по включению археологических памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО и сотрудничество со столичными музеями. Немаловажно и то, что республика берет на себя роль площадки для обсуждения вопросов, важных для культуры не только региона, но всей страны. Вот это очень важный разговор, который ведет форум методически, из года в год, затрагивая самые актуальные проблемы с разных сторон, привлекая замечательных спикеров, модераторов, людей самых разных творческих ориентаций, профессий. Вот этот многосторонний взгляд на одну проблему очень важен. Как уже говорилось, партнерство с ведущими музеями страны уже приносит конкретные плоды. Тот же музей Бахрушина проводил здесь свои выставки, что ценно для жителей любого региона, отдаленного от Москвы. В юбилейном форуме впервые принял участие представитель ИКОМ, Российского комитета Международного совета музеев. В его планах – тесное сотрудничество с нашим краеведческим музеем. Мы обсуждаем сейчас участие коллег из республики Хакасия в нашей будущей генеральной конференции, которая состоится в 2016 году в Милане, в июле 2016. И есть заинтересованность с их стороны, с нашей стороны есть заинтересованность, чтобы они презентовали свой наработанный опыт. Как любовь к еде может помочь в продвижении музеев? Почему культурный капитал дороже золота? И что может помочь региону сохранить себя? Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения юбилейного форума. Какие бы разные ни звучали мнения, главная мысль неизменна. Без культуры нет будущего ни у человека, ни у его страны. Культурный капитал, он требует подпитки, определенной подпитки. Совершенно невозможно, абсолютно невозможно надеяться на то, что только люди сами будут это создавать. Им нужно помогать. И вот мне кажется, вот в этом сегодня как раз заключался смысл этого форума, чтобы понять, что культурный капитал региона – это ресурс, который тоже требует поддержки. На открытии юбилейного форума правительство представлял первый заместитель главы Хакасии Олег Нам. Он впервые-то глубоко окунулся в культурную тематику, но уверен, решение о проведении форума в трагичной для республики год верное. Послушав коллег, понимаю так, что у нас нет другого и нет другой возможности для развития, как изучение собственных корней, собственных традиций, а, наверное, выведение их на новый какой-то уровень. Юбилейный форум завершился, а значит, началась новая точка отсчета для работы нашим властям и чиновникам от культуры. Чем должна отметиться программа в следующий раз? Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Но как все-таки должен развиваться историко-культурный форум? И должен ли он оставаться местом дискуссии для узкого круга специалистов? Об этом мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным музееведом Хакасии Леонидом Ереминым. Здравствуйте, Леонид Валентинович. Здравствуйте. Итак, вначале я хотела поинтересоваться, как вам это место? Понятно, что мы только в самом начале пути. Вот такого по масштабам комплекса музейного у нас доселе не было, и ни у кого из наших соседей. Для Хакасии совершенно справедливо, чтобы такой вот музей у нас, интегральный такой музей появился, потому что по степени концентрации объекта культурного наследия, по количеству культурных ценностей наша территория не имеет аналогов. То есть мы в этом плане беспрецедентны. И, конечно же, мы обязаны иметь самый крупный, так сказать, музей. Как это будет в конечном итоге решено, я уже как специалист, наверное, музеевед, примерно представляю, на какие части это все будет поделено. И вот в этом плане смею вас заверить, что экспозиция будет сногсшибательной. То есть равнодушным не оставит никого, когда это все получит завершенный вид. Теперь возвращаясь к самому форуму. Он проходит у нас уже пятый раз, у него первый юбилей. На ваш взгляд, как дальше наш форум должен развиваться? Наше хакасское культурное наследие не подвешено в космосе. Это явление, которое возникло и сформировалось в тех же самых объективных природных условиях и в той же самой культурной среде, что и у наших алтайцев, шорцев, тувинцев, афаларов и так далее. То есть здесь, естественно, нужно стремиться сделать так, чтобы форум влиял на укрепление вот этих межкультурных связей в среде регионов Сайна Алтая. И только это позволит нам выйти на, скажем так, уровень международный. Заявить о себе как о неком феномене. Естественным ходом развития нашего форума должно стать привлечение экономического ресурса. То есть мы должны оценивать, хорошо прошел форум или плохо, не только через количество приглашенных гостей и их интервью, но и через совершенно конкретные цифры, суммы от заключенных контрактов. Условно говоря, если мы проводим форум, посвященный тюркской культуре, теме, допустим, священных мест, священных объектов или еще чего-то в этом роде, то экономически тема коневодства, Хакасия – это колыбель сибирского коневодства, может быть подана культурно, но через экономический формат. Очевидно, что форум должен развиваться в контексте экологии, экономики, культуры. И, конечно же, в какой-то мере развитие форума напрямую зависит от того, насколько он полезен людям, потому что форум – это всеобщее обсуждение. Пока он у нас носит отчасти камерный характер. Вот поэтому у меня такой вопрос есть, а должен ли форум быть ближе к жителям республики, потому что для них форум – это прежде всего приезд оперных звезд и концерт на Первомайской площади. Я считаю, что при наличии той самой постоянной действующей дирекции организовать круглогодичную работу, когда часть уже и так происходящих учебных исследований, научных каких-то исследований в области регионоведения, в области региональной экономики, региональной культуры, можно было бы направить и выстроить некую систему, которая может называться как угодно школа, так сказать, Сибир-Иль или Краевическое движение или еще что-нибудь в этом роде. То есть очевидно, что будущая форума зависит от того, удастся нам сделать его полезным и привлечь внимание, всеобщее внимание населения Хакасии или не удастся. Станет ли это мероприятие доступным для максимального количества населения, либо нет. Понятно, что собрать, допустим, нагладенько все население Хакасии нам не удастся, но в течение года распределить, так сказать, и включить систему поощрений, значит, форума Сибир-Искусственные люди, да, то есть искусственный народ, уже, предположительно, можно было бы все, что происходит у нас в рамках декоративно-прикладного искусства, смело брать под свою опеку, да. Вот, с моей точки зрения, будущее как раз вот и форума этого, и зависит от того, собственно говоря, насколько мы, наша, так сказать, форма соответствует нашему содержанию. Если мы форум, понятно, что мы должны работать с людьми, с населением Хакасии, с населением регионов Саена-Алтая, с населением народов Сибири, вот. И тогда, да, тогда мы с вами встретимся лет через 5-10, может быть, 15, и у нас будут новые темы, но мы будем говорить о форуме. Спасибо, Леонид Валентинович, за ваше мнение. Одна из площадок форума состоялась в Верховном Совете Хакасии. Там прошла секция по теме «Детский туризм», а вел ее депутат Госдумы и активный защитник экологии Олег Лебедев. Также народные избранники одними из первых побывали в новом здании Краевического музея. Подробности у Константина Кравцова. Величавые колоритные всадники, хакасские красавицы, представления артистов. В воздухе витает древняя таинственная атмосфера. Открытие музейно-культурного комплекса в Абакане – событие для всего региона историческое. Пусть это первая очередь – центральный модуль. На торжестве спикер парламента Владимир Штыгашев рассказал, что построить настоящий музей в республике планировалось еще в далеком 57-м году. Это мы отмечали 250 лет вхождения Хакасии в состав российского государства. А мы уже 300 лет отметили всю эту идею. И, к сожалению, решение правительства России принималось неоднократно. И все время то трудности, то дождь пошел, то град пошел, что не вовремя, еще что-то. И поэтому все это откладывалось. Три года назад мало кто верил, что за это время в Хакасии появится такой исполин. Кстати, начало стройки вместе с местными властями положил великий испанский тенор Хосе Карерос. Он пообещал приехать с концертом, когда здание будет готово полностью. Но сегодня жители республики могут увидеть частичку прекрасного. Украшают новый зал, мингиры, камни с древними рисунками. Мы заходим и снаружи видим, что комплекс не достроен. Попадая в этот зал, ты забываешь об этом. Это настолько сказка, фантастика. У меня, знаете, даже слезы на глазах. Наконец-то мингиры нашли свое достойное место. По планам властей и строителей, весь этот комплекс достроить в следующем году. Сегодня открытие стало особенно символичным. Оно совпало с началом работы международного форума «Сибир-Ил». Съехались гости из регионов страны и зарубежья. Также в рамках форума Владимир Штыгашев принял участие в работе круглого стола. Студенты и политики в зале Верховного совета обсуждали проблемы в развитии детского туризма и природоохраны. В частности, на что нужно сделать упор в ближайшей перспективе, озвучил Олег Лебедев, депутат и член экологического совета при Госдуме России. Я возрастаю требования к управлению лесами и надо отвечать международным, экологическим, экономическим стандартам. Сегодня большая проблема с пожарами, она в ряде регионов есть. Есть и другие вредители, болезни, ряд других неблагоприятных факторов. Но, хочу сказать, конечно, большая проблема нелегальное лесопользование. Обращаясь к приветствиям к участникам и гостям круглого стола, Владимир Штыгашев указал на символичность темы и места проведения заседания. Ведь открытие форума состоялось именно в стенах Верховного совета, высшего законодательного органа Хакасии. Владимир Штыгашев подчеркнул, одна из основных задач для власти – развитие детского туризма. На сегодня для школьников разработано 29 маршрутов. Это и сплавы, и походы в лес, и посещение исторических мест. Жители Хакасии уже с детства должны иметь представление о республике, в которой они живут, о культуре, достопримечательностях региона. В школах должны больше уделять внимание детскому туризму, экскурсиям по региону. Парадокс, но в стране до сих пор на законодательном уровне нет такого понятия, как детский туризм. Для развития этого власти создают координационные советы. По мнению Елены Егоровой, председателя профильного госкомитета, систему нужно элементарно упорядочить и назначить единственный ответственный орган. Сейчас в нашей стране детский туризм развивается разными ведомствами, без какой-либо координации между собой. В системе доп. образования, при Министерстве образования, науки, коммерческими турфирмами, муниципальными клубами, некоммерческими организациями, Министерством спорта. То есть очень-очень многими ведомствами. В ходе заседания участники также поделились опытом развития научно-познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях. Но о днем ранее парламент республики обсуждал вопросы финансовые. Министр Семен Айошин отчитался на президиуме об исполнении бюджета за первое полугодие. Согласно данным, озвученным министром, общий объем доходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на миллиард 700 миллионов рублей. А это 17%. По расходам исполнение составило почти 13,5 миллиардов рублей или 51% годового плана. Бюджет, как было заявлено ранее, носит социальный характер. На социально-культурный блок направлено 9,351 миллиона, что вышло на аналогичные периоды прошлого года на 1,157 миллиона. Основной рост сложился по следующим сферам. На образование расходы возрастей на 173 миллиона, на здравоохранение 606 миллионов, на социальную политику расходы выросли на 406 миллионов рублей. Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Сергей Комаров выделил неплохое состояние бюджета по собираемости налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что увеличение составило в среднем 20%. А вот на реализацию госпрограмм правительству стоит обратить большее внимание, в частности на обеспечение жильем детей-сирот. На сегодняшний день 1800 человек у нас стоит на очереди по детей-сирот, которые претендуют на получение жилья. Мы за прошлый год приобрели 175 квартир. То есть можно сказать, что при таких темпах мы покрываем примерно 10% потребностей в год. Это, конечно, не решает этот вопрос, поэтому мы сейчас плотно работаем с правительством, чтобы с одной стороны, поясню, деньги эти даются как с федерального бюджета, так и с бюджета республики Хакасия приблизительно пополам. Поэтому мы работаем над тем, чтобы увеличить поступление из российского бюджета, так как нам самим эту позицию не вытянуть, но и однозначно надо увеличивать отчисление из бюджета республики. Подводя итоги заседания, председатель Верховного совета Владимир Штыгашев подчеркнул, что несмотря на высокий уровень и неравномерность финансирования и реализации республиканских госпрограмм, заметно положительная тенденция в наполняемости бюджета республики. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Материалы программы смотрите также на нашем сайте вестихакасия.рф. А я желаю вам приятного окончания выходных и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова